Что человеку от жизни надо? Чтобы было много всего и задешево. Естественно, это требование удовлетворяется далеко не всеми. Я знаю только два места в городе, где люди постоянно присутствуют и покупают. Это кафе «Лакомка» и вот этот магазин антикризисный. Раньше был мебельный магазин на пересечении улицы Грязнова и Советской. Грязнова 2, напротив медицинской части Треста магнитострой бывший. Как обеспечиваются дешевые цены? Все очень просто. Надо зарабатывать на объеме, а не на цене. И тогда люди к вам потянутся. А сюда они тянутся еще и потому, что здесь постоянные новые завозы. Да нет никакого кризиса. Был он и прошел. Кризис непонимания горожанами очевидных вещей. Зачем платить больше, когда разницы нет? Не мы одни, кстати, так врюхались. Нас как обезьян в 90-е выпустили из стальной клетки и не показали, как правильно жить. Товары народного потребления, будь то кроссовки, туфли, джинсы и так далее, не могут стоить дорого по определению. Они ведь для народа, а не для новоришей и богатюк. Одеваться просто, комфортно, а главное удобно. Так живут нормальные и спокойные такие американцы, европейцы. А то, что у нас в бутиках с криквивными вывесками, это западный ширпотреб. Максимальной стоимостью в 100 долларов. И еще раз, зачем платить больше, когда разницы нет? Не подскажете, что ищете? Я сумку вот купила. А сколько сумочка обошлась? Ну, 900, я еще не купила ее. Но присмотрели, да? Ну, присмотрела, да. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот если не было бы кризиса, не появился бы магазин антикризисный, по-моему, так? Ну, конечно. Это вам удобно как-то? Для меня, да. Я пенсионерка, для меня, да. Я думаю, что пенсионерка в бутике бы не смогла бы себе сумку за 3-4, может быть, 5 тысяч купить. Ну, разумеется. Если 6 тысяч пенсия, я бы за 4-5 не купила, а за 900, пожалуйста. То есть понятие мода и недорогие цены, это все-таки возможно? Да. Кстати, антикризисному идет и еще одно выражение. При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет. И как часто в тамошних супермаркетах я вижу наших и не самых бедных туристов, копающихся в корзинах соле, да и, собственно, я сам такой. Но теперь место определено точно. И даже если где-то скидки до 70%, здесь все равно дешевле. Маленький. Вот так вот. Турецкие изделия. А вы что себе выбираете? Да, не знаю, смысл еще. Еще ничего не решила. Или блузку, или платье. То есть от пенсии деньги есть, чтобы можно было посетить магазин и купить что-то? Конечно. А почему такое стало возможным? Вы здесь частые гости? Да, мы рядом живем. Если честно, то следующий сюжет про антикризисный я бы построил по такому сценарию. Ну, голову Леху в банях вы видели, так скажем, в неглиже, и со скомой суммой в 3000 рублей попытаюсь полностью одеться. Думаю, справлюсь. Я так понимаю, своему ребенку выбирать что-то? Нет, племяннику. Во как! То есть есть повод зайти в антикризисный и что-то сделать на подарок? Ну да, конечно, есть. Где-то примерно два года назад у меня вот лично пропало ощущение того, что я обеспеченный человек. Я раньше приходил и на 1000 рублей, ну, во-первых, она была лишняя тысяча, вот, и можно было что-то купить. Здесь можно что-то на 1000 рублей купить? Ну, мне кажется, да. И ни одну вещь, да? Ни одну, конечно, очень много. Выбрать можно. Если мы говорим о детских вещах, ну, наверняка надо, чтобы они были экологичные и гипоаллергенные. Такие ли они здесь? Ну да, ХБ тут много вещей хороших, очень даже. То есть можно из малышки сделать красавицу? Ну, можно, да. Я вот тоже свои тут беру, так что есть выбор. Мы, естественно, вывиваем стулья из-под лентяев. Да и это надо делать. Здесь ничего не придумано. И если честно, сейчас, придя сюда, вы видите, где и за что вы раньше переплачивали. Теперь этого делать не стоит. Как не стоит и заморачиваться при виде своих порванных джинсов, потертых кроссовок. Все это не на всю жизнь. И это, конечно, не продукты питания. Но и это недорого. Отслужило на выброс. Новое не пробьет семейный бюджет. Пока мама занимается покупкой, ну, наверное, очередной кофточки, мы что купим ребенку? Ну, вот ребенок сам выбирает, что купить ему. То есть на сдачу, так скажем, да? Да, так можно сказать, на сдачу. Пришли, 500 рублей есть и кофточку купили, и игрушку ребенку. Конечно, запросто. Даже меньше. Ребята, тяжелая задача, да, нам, кто и в грязь, и везде, и вовсюду лезет. И вот в кроссовках рыбок за 3000 полезет, по-моему, сложновато, да? Здесь можно игру вкупить? На сегодня, на завтра, на послезавтра? Ну, да, конечно, здесь нормальная обувь. Качество хорошее. Ну, там, не долго. Что нам еще надо, да? Конечно. Чтобы не жалко было, а то, представляешь, жена, подружка скажет, да что ты вот опять куда-то зарезал в новых кроссовках? Ну, хорошо, что недорого, и это, и качество хорошее. Выбор большой. Ты знаешь, что половина из этого даже больше сейчас сделана в России? Нет. Гордость-то есть теперь за страну, что мы что-то умеем? Конечно. Да и, собственно, ради чего мы сюда приехали, вкратце, так сказать. Завоз новых товаров, и это регулярно. И что особо радует, внимание к потребностям. Сейчас вот, есть к школе, и к сезону осеннему завезут. Хотя, давайте продолжать радоваться лету. Тем более, когда сейчас новинки завезли. И вот информация уже для тех, кто не умеет работать. Есть два принципа. Значит, принцип магнитогорский, то есть сижу, думку-думаю, цену рисую. И принцип все китайский, то есть много и дешево. Естественно, тогда и кассы будут под 50 тысяч рублей, как они здесь. Представляете, да? На товарах народного потребления такие кассы делаются. На кроссовках дешевых за 500 рублей. Вот, ну, ваш выбор, конечно. Но вот только я сейчас понял, что нет необходимости за дешевые одеждой ехать за границу. Ну, как и ехать вообще сейчас. Разве что поразвлечься и отдохнуть. Вот. Когда здесь по цене вещей в Турции, можно их купить.